Это новости спорта. В студии Алексей Заржицкий. Здравствуйте. Владислав Орлов вышел сегодня в парный полуфинал турнира ITF Challenge с призовым фондом 31 тысяча евро, который продолжается в турецкой Анталии. В матче второго круга харьковский теннисист и Рамкумар Раматхан из Индии, посеянные под четвертым номером, обыграли немецко-грузинский дуэт Лукас Герх и Александр Митревелли в двух партиях 6-2-7-5. За выход в финал Орлов и Раматхан сразятся с итальянской парой. Харьковские «Соколы» принимали в 16-м туре баскетбольной суперлиги Украины предпоследнюю команду таблицы Николаев. На правах фаворита они сразу захватили лидерство и в дебютной четверти оторвались на 8 очков. Во второй 20-минутке харьковчане продолжили наращивать преимущества и на большой перерыв ушли при счете 43-32. Готовились к этим играм уже. У нас 4 домашние игры и мы разбирали соперников, но в первую очередь физически и тактически. После отдыха общий рисунок игры кардинальных изменений не претерпел. «Соколы» контролировали ситуацию на площадке и благодаря результативной игре в первую очередь легионеров. Майкла Дэвиса, Дэджуана Графа и Александра Зечевича довели дело до победы 83-71. Дэвис набрал 25 пунктов и стал лучшим снайпером матча. Больше всего расстроило в сегодняшней игре быть, как обычно, наш подбор. 5-17 подборов мы дали на самом счете и проиграли общий подбор. Вот это самая наша большая пока головная боль. Все основные ошибки, я думаю, поправимы, исправим. Ну а сейчас работа продолжается уже. В регулярном чемпионате «Соколы» занимает четвертое место. Выше находятся «Прометей», «Будивельники», «Киевбаскет». В пятницу харьковские баскетболисты сыграют во дворце спорта «Локомотив» с 10-й командой суперлиги «Кривбасом». В центральных матчах четвертого спаренного тура высшелигового чемпионата Украины по гандболу харьковский ХАИФ и ГХО встречался с Хмельницким национальным университетом. Стартовый поединок в спорткомплексе имени Юрия Паяркова лидеры таблицы начали с переменным успехом. Первый тайм гости выиграли с минимальным преимуществом 11-10. В перерыве главный тренер харьковской команды Нелли Каноненко нашла нужные слова для своих подопечных, которые вышли на вторую половину за предельным настроем, постепенно перехватили инициативу, в концовке организовали отрыв и одержали победу 25-20. Разыгрывающий хозяев Андрей Абрамов забил 9 мячей. За харьковчанами остался и первый тайм повторного матча, который они завершили с двукратным перевесом 16-8. Однако такой гандикап сыграл с гандболистами Хаиф и ГХО злую шутку. Они успокоились и позволили хмельницкой команде вернуться в игру. По ходу второго тайма гости стали стремительно сокращать отставание, но в драматической концовке хозяева победу отстояли 25-24. Лучшим бомбардиром повторной встречи стал тунисский правый полусредний Хаиф и ГХО Мухаммед Аарфа, на счету которого 8 точных бросков. В таблице теперь двоевластия. Хаиф и ГХО и Хмельницкий университет имеют по 12 очков и делят первое-второе места. В старте авантуре группы «Б» женского кубка европейских чемпионов по футзалу, матчи которого проходят в Испанском Луге, харьковская «Тесла» встречалась сегодня с лиссабонской «Бенфикой». Сыграть на равных чемпионом Португалии дебютантки еврокубков не сумели и уступили с крупным счетом 0-4. В пятницу харьковчанки сразятся с итальянским клубом «Пискара». Александр Шариков продолжит выпуск. В выездном матче 20-го тура футбольного чемпионата Украины во второй лиге «Волчан» встречался с Викторией из Николаевки Сумской области. Это был поединок принципиальных соперников, которые противостояли друг другу на любительском уровне, а в нынешнем сезоне синхронно получили профессиональный статус. Объективно изначально шансы хозяев в этой игре выглядели предпочтительнее. И дело не только в том, что они выступали на своем поле. В турнирной таблице Виктория опережала команду Андрея Березовчука на 6 очков. Впрочем, обнаружить существенные отличия между соперниками непосредственно на поле было довольно сложно. Первый тайм они провели на равных и стартовый счет не изменили. Отдохнув, гости усилили натиск на ворота Виктории и в концовке матча добились успеха. На 80-й минуте мяч в цель отправил Егор Коваленко. Волчанск выиграл 1-0 и завершил летнюю осеннюю часть дебютного профессионального сезона, набрав 27 очков. Зимовать в группе «Б» волки будут на 9-м месте. Джиу-джитсу – нечастый гость спортивных известий, но сегодня есть серьезный повод для полноформатного сюжета. На прошедшем кривом роге чемпионате Украины, который собрал более 480 участников из 13 областей, харьковчане добыли 18 наград всех достоин – 7 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых. Победители и призеры определялись в двух разделах. Не ваза, где главное внимание уделяется борьбе в портере, а также приемам, позволяющим досрочно завершить поединок, и файтинг, в котором сочетаются бросковая и ударная техники. Харьковские бойцы сделали в этом разделе возрастной категории 18-20 лет победный дубль. Александр Никитенко стал чемпионом в весе до 77 килограммов, Станислав Семенов – до 85. Не ваза система принесла харьковчанам 6 медалей высшей пробы. В элитной группе, в которой отношения выясняли спортсмены старше 21 года, сильнее проявили себя Артем Дворожанский, Владислав Ярощук и София Купаева. Егор Головченко оперенствовал в категории 18-20 лет. Алексей Кондратюк выиграл соревнования среди самых юных участников не старше 9 лет, весе до 38 килограммов. Это главные герои, а готовили их к чемпионату страны тренеры Ирина Пальваль, Артем Дворожанский, Владислав Ярощук и президент Харьковской городской федерации джиу-джитсу Михаил Павлов. Криворожские баталии были отборочными в сборную Украины для участия в международных соревнованиях 2022 года. Сегодня все о спорте. Удачи вам, хорошего настроения и новых ярких побед.